Добрый вечер, друзья! Да, вас правило. Это радует, что вы все-таки пришли сюда, а не куда-нибудь в другое место выбрали именно это место для сегодняшнего отдыха. Мы будем делать все, чтобы вам этот вечер запомнился на всю жизнь. Будем играть музыку собственного сочинения. Не чью-нибудь, а собственного сочинения. Для вас сегодня играет ансамбль Анатолия Текучева и Павла Овчинника, фанки Аутлет. А один человек очень хорошо назвал наш ансамбль Ростов Ганг, ростовская банда, потому что тут двое людей, которые мы учились в Ростовской консерватории и знаем друг друга с 20 лет. Она уже по 52 года, представляете? И тут, в общем-то, среди вот этих вот людей, которые сзади нас располагаются, тоже ни одного москвича нет. Вот Алексей Стефановский говорит, что он москвич, на самом деле он приехал из Вьетнама. Он тоже, да, вот говорит, вот тоже правда. На самом деле он приехал в Москву и жил во Вьетнаме. Вот. И потом стал москвичом, но точно так же, как все остальные присутствующие на сцене. Итак, мы начинаем. Или надо сказать, в какие пьесы мы будем играть? Не надо. Скажу после первой пьесы. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, дорогие друзья! Добро пожаловать в этот замечательный клуб, который носит имя этого замечательного человека Алексея Козлова. Легендарное место. Спорткомплекс Олимпийский, плавательный бассейн, джазовый клуб, мечеть, церковь. Здесь все рядом. Дорогие друзья, вот эта пьеса, которую мы сейчас тоже все исполнили, она называется «Руди». Я сочинил ее в память о своем учителе, о своем менторе, который открыл для меня мир джаза. Он, к сожалению, ушел из жизни. И я посвятил ему, Рудольфу Атанасову, эту пьесу. А следующая пьеса принадлежит перу, неокрепшей руке. Анатолия Текучева, вот он даже сейчас выясняет, как правильно играть эту пьесу. Следующая пьеса называется «Мотобор». А что это обозначает? Может быть, ты расскажешь? Расскажу. «Мотобор» – волшебное слово, которое возвращает человека в человеческий облик после того, как он понюхал порошок. Это не сводки из дежурного патруля. Это сказка Гауфа, Калифа. Там есть такая история, когда пришел торговец волшебными снадобьями и продал одному Калифу порошок, который он понюхал и превратился в животное. Ну, или птицу, в данном случае, наваристо. Он мог слушать разговоры животных, и птица понимала, но надо было сказать в конце слова «Мотобор». Тогда он превращался обратно в человека. Он забыл это слово, ну и таким и остался. Потом, поэтому, употребляя какие-то снадобья, сильно действующие вещества, разрешенные или неразрешенные, надо всегда помнить какое-то что-то, что… «Читайте инструкцию». Да, инструкцию. «Читайте инструкцию», вот, и для того, чтобы у вас что-то привязывало к реальному миру, чтобы возвращаться. «Благодарю вас!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие друзья Сейчас мы немножко сменим Сменим громкость и сыграем балладу, которая называется «Профессор». Я написал эту балладу и посвятил ее одному профессору. Пожилому. Когда была премьера этой пьесы, ее играл джазовый оркестр Игоря Бутмана, я пригласил этого профессора на концерт, и профессор сказал «Я не могу прийти, потому что меня не отпустят с работы». Хотя ему 80 лет, он на трех работах работает. Ну, подождем, пока она пенсию выйдет, придет концерт. Итак, печальная баллада. Так уж получилось, что печальную пьесу пожилому человеку я посвятил, веселую, ушедшему. Ну ладно. Итак, баллада «Профессор». Уважаем, чтобы прогребляйтесь. Попробуем. Попробуем. Четыре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Санкт-Петербург 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА